Это сквозной американский эфир на канале RTVI в студии в Нью-Йорке Лиза Каймина и в начале коротко о главных темах дня. Как минимум 64 человека погибли из-за урагана Иоанн на Кубе во Флориде и Северной Каролине. Экономический ущерб оценивается более чем в 100 миллиардов долларов. Американская биржа начала неделю с роста основных индексов. Нефть прибавила более 2 долларов за баррель, Доу Джонс подскочил на 600 пунктов. Джо Байден отправился с визитом в разрушенный штормом Пуэрто-Рико. Там более 100 тысяч человек по-прежнему остаются без электричества. В среду президент посетит Флориду. Более миллиона долларов заплатит Ким Кардашьян за расследование комиссии по ценным бумагам и биржам. Ранее она не раскрыла информацию о прибыли, полученной за продвижение криптовалюты. Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за изучение древних людей. Ее получил шведский генетик Сванте Пааба. Он провел анализ ДНК неандертальца. Джо Байден сегодня посещает Пуэрто-Рико. Латиноамериканское государство, состоящее в Содружестве с США, сейчас справляется с последствиями стихийного бедствия. Из-за урагана Иоанн, которому была присвоена первая категория, без электричества остался почти весь остров. В Белом доме приняли решение выделить 60 миллионов долларов помощи. Деньги направят из средств, заложенных в инфраструктурный план. Как сообщается, средства потратят на укрепление дамб, а также на возведение противопаводковых заграждений. Отдельная статья расходов в создании новой системы о предупреждении наводнений. Я направляюсь в Пуэрто-Рико, потому что об их безопасности мы не смогли позаботиться раньше. И теперь они изо всех сил наверстывают упущенные. Я должен убедиться в том, что меры, предпринимаемые нами, достаточные. Восстановительными работами сейчас заняты и во Флориде. Там преодолевают последствия того же урагана, который оказался одним из самых разрушительных за последние годы. Точное число жертв и объем разрушений пока не обнародованы. Но по данным исследовательского центра CoreLogic, предполагаемые потери составляют от 30 до 47 миллионов долларов. На улицах прибрежных городов самого южного штата сейчас царит настоящий хаос. Лодки и яхты ураган выкинул из океана прямо на асфальт. Многие деревья вырваны с корнем, а часть жилых домов полностью разрушена. Мы должны разрезать и разобрать поврежденный гипсокартон и сделать перестройку дома. В итоге переделан будет подвал, кухня, все ванные комнаты. Я был в полнейшем отчаянии, когда я увидел, что стало с моим домом, домом моих соседей. Трудно осознать, что такое случилось. Вслед за Флоридой разрушительный шторм направился вглубь континента. Стихия обрушилась на Северную Каролину в виде дождей. Остатки циклона выпадут в Вирджинии, Мериленде и на юге Пенсильвании. В Национальном центре по изучению ураганов не исключает возможность наводнений. Насколько действительно серьезное разрушение во Флориде, как все это выглядит воочию, об этом мы спросим Виту Гордиенко, жительницу города Нейплс, штат Флорида. Вита, я приветствую вас в нашем эфире. Слышите ли вы меня? Да, я вас слышу. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, прежде всего, вот насколько сильно пострадали от урагана лично вы и город, в котором вы живете? Достаточно сильно. Причем наш район, я считаю, что еще повезло. Вот повезло подразумевается, что в моем доме вода была выше колена. То есть все, что было внизу, все затопило, и стены теперь нужно менять, то есть обрезать воду, метр обрезать от пола, ну, для того, чтобы просто спасти дом, чтобы не пошел молд. И это вот на моей улице, которая считается более-менее благополучной. Соседние улицы затоплены полностью. Если у нас после урагана вода спала, ураган ушел, и вода спала, то соседние улицы вода стояла еще утром, то есть воды было очень много. А куда вот люди оттуда уходят из домов, которые, например, затопило полностью? Где они находят кровь? Как они спасаются? Хороший вопрос. Часть людей остаются, живут в домах, то есть тушат вещи. Вот можно на заднем плане у меня увидеть. То есть это вот наши соседи. Все вынесли свои вещи и сушат их. Днем сушат, чистят комнаты и вечером там спят. А кто-то переезжает к друзьям. Вот нас лично тоже подруга приютила. Вот тоже выводим вещи, пока есть возможность, сторидж. Ну, кто как. Ну, а власти, местные власти, городские или губернатор, например, предлагает какую-либо помощь пострадавшим жителям? Ну, и вообще как-то власти самоустранились или все-таки принимают участие в вашей судьбе? Знаете, мне про власти сложно сказать, потому что вот я уже, по-моему, четвертый день тут разгребаю то, что есть в доме. Я просто не слежу даже за этими новостями. Но я знаю, что у нас организовали пункты помощи. Вот. Например, я сегодня там ездила, брала блич, щетки, ну, чтобы это все вот отмыть, продезинфицировать. Вот. То есть это сделали как бы частные организации. Ну, скорее всего, частные организации. Больше на это похоже. Вот. Поэтому пока от государственной помощи я еще ничего не слышала. Ну, а до того, как произошел удар стихии, вам как-то предлагали эвакуироваться, переждать где-то? Насколько были серьезны предупреждения о том, что может произойти? Предупреждения были. То есть было предупреждение, что зона А, ну, дома, которые попадают в зону А, должны эвакуироваться. Вот. Ну, на мой взгляд, предупреждения по Ирме были гораздо сильнее, навязчивее. Вот. Ну, прямо Ирму реально ждали. Вот. Мне кажется, ураган Иоанн с такой степени не ждали. Ну, или во всяком случае так заранее. Потому что, когда Ирма была, мы эвакуировались в Чикаго. То есть мы уезжали с семьей. А про Иоанн, ну, эвакуация была где-то там за полсуток объявлена, за 17 часов, может быть. А вы как давно живете во Флориде? Мы живем 6 лет. 6 лет. Вот за 6 лет, если сравнивать, опять же, даже с Ирмой, да, вот за 6 лет было что-то подобное? Ну, разумеется, нет. То есть Ирму Нейплс пережил гораздо благополучнее. То есть этот ураган сильнее, более разрушительный. И затопило те районы, которые в Ирму вообще не пострадали. Поэтому мы и остались дома, и все наши соседи остались дома, потому что ничего подобного не было. А в чем сейчас в первую очередь нуждаются пострадавшие, как вы считаете? Вы лично, например? Ну, я считаю, что самое основное – это решить вопрос как раз с размещением. Потому что дома, это, безусловно, будут реконструироваться. Если это собственники, это нагрузка финансовая на самих собственников. Мы, например, арендуем дом, соответственно. Надо, чтобы наши собственники ему хорошо починили, чтобы мы могли въехать, а нам пока в это время жить где-то. То есть для того, чтобы отремонтировать дом, нужно снимать стены, убирать кем-то сак, кому-то пол. То есть это действительно очень серьезный ремонт. При условии, что нам еще повезло, потому что воды было по колено, а не по крышу. Ну, а как-то страховые компании будут участвовать в покрытии этих расходов? Или, опять же, власти Флориды? То есть сейчас есть какая-то информация о том, какая будет все-таки помощь оказана, если она вообще будет? Ну, вот еще раз скажу, что мне сложно это прокомментировать, потому что я просто не знаю, не слежу за новостями. Ваш дом застрахован конкретно от наводнений? Вот я хотела сказать, да. У моих собственников, так как мы снимаем дом, дом не застрахован. Ни от наводнений, ни от любого дэмиджа внутри. Поэтому это чисто их расходы. Как-то скажется тоже на мне, как на арендодателе. Слушайте, говорят, что в Нью-Йорке выгоднее снимать жилье, нежели покупать его. Как выясняется, во Флориде в некоторых ситуациях похожая история. Из ваших знакомых кто-то пострадал физически от этого урагана? Какие-то травмы получил и так далее? Потому что сейчас сообщается о десятках погибших, но мало говорится о людях, пострадавших в результате каких-то травм из-за урагана. Ну, слава богу, среди моих знакомых никто не пострадал. Ну, я имею в виду, что физически не было травмы. Я себе холодильник на ногу умудрилась уронить, когда поднимала вещи. Но, слава богу, это тоже не так серьезно. Ну, ничего не сломали хоть? Нет, слава богу, нет. А то обидно как-то после урагана, так сказать, остаться целой невредимой, а потом уронить себе на ногу холодильник. Не говорите, просто обидно, да. Ну, как есть, да. Ну, во время урагана, слава богу, никто не прострадал. И я очень рада, что наша русская комьюнити очень сплоченно так действует. А в чем это выражается? Вот последний вопрос, коротко, если можно, насчет русской комьюнити. Ну, во-первых, в самые первые дни ко мне приехало четыре человека просто помогать здесь все, вот, покирать, выгребать. Ну, потому что шло все, начиная там от океанской воды до канализации. Это все плавало по дому. Вот. И каждый день кто-то, ну, кто-то чем-то помогает. То есть кому-то вещи предложили привезти, то есть подруга предложила у нее пожить и кормить. Ну, то есть там вентиляторы привозят. Девочка у нас еще есть одна в Портмайерске русская, которая тоже затопила дом. Ну, все же, это всегда приятно слышать, что, в общем, сплоченная русская община и помогает русскоязычная община, и помогает друг другу. Спасибо вам огромное, Вита Гордиенко была с нами, жительница города Нейплс, штат Флорида. Спасибо за участие в нашем эфире, ну, и желаю вам, конечно, скорее восстановить свой привычный образ жизни. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. Сегодня в нескольких чатах онлайн прошла информация о якобы начавшейся военной акции Пекина против Тайваня. Поскольку этот регион очень важен для всей планеты и совсем непростой, новостная служба нашего канала, естественно, стала узнавать, что происходит на самом деле. Результат такой. США на данный момент не видят непосредственной угрозы вторжения армии Китая на Тайвань. Однако в Вашингтоне внимательно наблюдают за шагами Пекина по созданию, цитата, «новой нормальности». Это была цитата из интервью каналу CNN главы Пентагона Ллойда Остина. Днем ранее эту же тему глава Пентагона обсудил со своим австралийским коллегой, министр обороны Австралии Ричард Марлис, практически повторил слова Остина. Мы видим, как Китай пытается формировать мир вокруг себя таким, каким мы не видели его раньше. Это создает реальные проблемы для тех стран, которые стремятся поддерживать глобальный порядок. Конвенция ООН по морскому праву, свобода судоходства в южно-китайском и восточно-китайском морях имеет фундаментальное значение для национальных интересов многих стран. И очень важно, чтобы страны-единомышленники работали вместе для поддержания этого основанного на правилах порядка вокруг Тайваня. Напомню, военные учения рядом с островом начались после визита на Тайвань спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. В начале августа этого года Остин заявил, что США видели, как самолеты Китая во время этих учений неоднократно пересекали центральную линию Тайваньского пролива. Также США наблюдают большую активность кораблей Китая в водах Тайваня и вокруг него. Министр также отметил, что на данный момент его канал связи с министром обороны Китая, как он выразился, не открыт. Однако над этим идет работа. На вопрос, готовы ли американские военные защищать Тайвань, Остин ответил, что они, военные, всегда готовы защищать наши интересы и выполнять взятые на себя обязательства. Министр повторил, что политика администрации президента США Джо Байдена в отношении Тайваня не изменилась. Ну что ж, действительно ли нету вероятности и нету опасности вторжения Китая на остров Тайвань? Давайте попробуем разобраться, обсудим это с Сурабом Гупта, старшим научным сотрудником Института американо-китайских исследований из Вашингтона. Здравствуйте, Сураб. Я приветствую вас в нашем эфире. Здравствуйте, спасибо. Как правило, исторически самолеты Китая не пересекали вот эту центральную линию пролива, и причина на это очевидна. Пролив очень узкий, и любое причине может расцениваться как провокация. Во-вторых, несмотря на то, что сейчас есть определенное напряжение, на самом деле китайских кораблей не так много в этой зоне. И если будет продолжаться наращивание количества подобных провокаций, то это, собственно, и будет новой нормой у Тайваньского пролива. Пока что сложно говорить, что эта новая нормальность точно установится, но сейчас действительно наметилась подобная тенденция, и это действительно должно волновать многих. А как, на Ваш взгляд, вот эта новая нормальность, она может перейти в новую ненормальность? Прежде всего, естественно, я говорю о возможности вторжения, полномасштабного вторжения Китая на Тайвань. Нет, я на самом деле не думаю, что это возможно, поскольку чисто стратегически это очень сложно. Украинская война продемонстрировала, насколько сложно, на самом деле, добиться успехов на земле, казалось бы, превосходящей армии, надо обороняющейся. Во-вторых, никто не откидывает тот факт, что США следят за ситуацией и, естественно, будут высказывать свое недовольство самым явным образом. Да, Китай будет продолжать наращивать давление и пытаться отправить такое политическое послание таким образом. Но я не думаю, что шансы велики на открытое противостояние, поскольку мы все еще далеко от того момента, когда у Китая будет подавляющее преимущество. И если Китай действительно атакует Тайвань, то, скорее всего, это повлечет за собой американское вмешательство. И я не считаю, что американская армия способна ей противостоять. Вот вы знаете, вы очень, так сказать, в тему сделали замечание по поводу примера войны в Украине и то, как на этом примере видно, как сложно осуществить, подавить одно государство на земле другим, особенно в такой ситуации, как вы сказали, нападающие и обороняющиеся. Но, вы знаете, здесь есть один нюанс. Мне кажется, что американцы, многие, по крайней мере, об этом говорят, не потянут вторую чужую войну материально. Насколько вы считаете, действительно, американцы примут непосредственно такое же участие, как в войне в Украине, в случае с Тайванем, если это понадобится? Действительно, замечательный вопрос. На данный момент я сомневаюсь, что США могут участвовать в двух таких торговых войнах одновременно. И это действительно дает Китаю определенное преимущество в этом отношении. Но я все-таки не думаю, что Китай пойдет на такой риск. Это осторожная нация. И, на самом деле, вот этот пролив между Тайванем и Китаем, это, с военной и стратегической точки зрения, очень сложное место. И я не думаю, что есть какой-то консенсус внутри партии Китая касательно того, стоит ли принимать действительно активные военные действия. А для того, чтобы это сделать, действительно, нужно полное единение. Вот вы сказали о торговых отношениях. Это тоже такой интересный момент. Если пострадали экономические, пострадала ситуация из-за войны в Украине, то это было, так сказать, неожиданностью. И тут ответственности США в этом, в общем-то, нет. Например, что касается Китая, то, так сказать, торговая война началась еще задолго до обострения ситуации с Тайванем. И, в общем-то, американцы ее сами же, можно сказать, и спровоцировали. Так же, как, в принципе, была очевидна реакция Китая на поездку Нэнси Пелоси на Тайвань. Как вы считаете, для чего Америка ведет вот такие странные игры, учитывая, что сейчас и так ситуация непроста? США хочет показать, что будет соблюдать свои обязательства перед своими партнерами и членами альянсов. Но, как вы понимаете, если Китай использует открытую военную силу, то придется соответствовать своим обещаниям. И я думаю, что США, если не отзовется на зов нации Тайваня, в принципе, потеряет свою репутацию партнера, который действительно может помогать своим союзникам. И это будет уже грустная ситуация. И я лично сам надеюсь, что США перестанут играть в эти игры и ограничат такие провокации, как визиты Нэнси Пелоси на остров, поскольку это как раз сродни стрельбе себе в ногу. Ну что ж, спасибо вам огромное. Спасибо за интересную беседу. Единственное, наверное, все-таки я позволю себе задать еще один вопрос, если можно коротко, все-таки перспективы, на ваш взгляд, вот этих учений, они как-то в обозримом будущем закончатся? Или это будет тянуться, пока что-то не произойдет? И что должно произойти, чтобы они закончились? Китай будет продолжать наращивать свою военную мощь, но я лично считаю, что в ближайшее время уровень напряженности будет снижаться. Хотя тут есть определенная дилемма, поскольку у Китая четкая есть тенденция по наращиванию военной мощи, и это создает определенный перевес на сторону Китая. И я думаю, что Тайваню, в свою очередь, придется пытаться найти дипломатический диалог с своим старшим братом, материком Китая. Спасибо огромное. Сураб Гупта был с нами на связи, старший научный сотрудник Института американо-китайских исследований из Вашингтона. Спасибо за то, что уделили нам время. Ну а мы идем дальше. Иран освободил из заключения американца иранского происхождения Багиру Намази, отбывавшего наказание по обвинению в шпионаже в пользу США. Как отмечают власти Исламской Республики, такое решение было принято из гуманитарных соображений. Вместе с Багиром Намази осужден был и его сын Сиамак. Обоих приговорили тогда к 10 годам лишения свободы. Но последние 4 года из-за проблем со здоровьем Багир Намази провел не в камере, а под домашним арестом в собственном доме в Тегеране. За пределы страны Багиры выпустили на лечение. Об этом объявил Насер Канаани, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана. Освобождение Багиры Намази произошло в гуманитарных рамках. В течение последних 4 лет он технически не находился в тюрьме. Он находился за пределами тюрьмы, но ему не разрешалось покидать страну. Теперь ему разрешено покинуть Иран. Это было полностью гуманитарное решение, не связанное ни с какими другими вопросами. Под другими вопросами подразумеваются переговоры по ядерной сделке и обмен заключенными. Иран настаивает, что освобождение Багира исключительно жест доброй воли, а не инструмент торга. При этом его сын продолжит отбывать наказание на родине. Что касается его, Сиамак Намази, то он отбывает тюремный срок. Он был отпущен ненадолго, чтобы провести время с отцом, но после недельного отпуска вернется в тюрьму. Сам Сиамак Намази выразил надежду на скорейшее освобождение иранских заключенных из американских тюрем. В середине сентября официальный Тегеран заявил, что готов произвести обмен и ожидает решения Белого дома. Вопрос об освобождении узников – один из главных камней преткновения в переговорах по ядерной сделке. Как бы кто ни говорил обратное. По меньшей мере, четверо американцев с двойным гражданством содержатся под стражей в Иране в течение многих лет по разным обвинениям, включая шпионаж. Некоторые иранцы также находятся в тюрьмах в США, в основном за уклонение от санкций. И, как сообщает агентство Reuters, обмен может состояться уже очень скоро. Стороны достигли договоренности при посредничестве одной из региональных стран, пишет Reuters. При этом, какой именно, не уточняется. И, как утверждает все то же информационное агентство, в рамках достигнутого соглашения, помимо освобождения иранских заключенных из американских тюрем, освобождены будут и миллиарды долларов иранских активов, замороженных в результате санкций США. Эта информация появилась буквально через несколько минут после того, как государственный секретарь США Энтони Блинкен в своем сообщении в Твиттере заявил, что его страна никогда не прекратит работу, пока все американские граждане, удерживаемые в заложниках или несправедливо задержанные по всему миру, не вернутся домой. Объявив при этом об освобождении семерых американцев, задержанных в Венесуэле. Вашингтон освободил двоих граждан этой южноамериканской страны, а Каракас – семерых американцев. Такое решение было достигнуто в результате секретных переговоров между правительствами двух стран, начавшихся 5 марта этого года. Президент США Джо Байден одобрил обмен несколько недель назад, однако потребовалось время, чтобы отработать все детали. Предполагается, что этот обмен станет очередным шагом к нормализации отношений между Вашингтоном и Каракасом. При этом обмен может стать темой для споров внутри США. Администрацию Байдена уже подвергли критики за то, что Бритни Грайнер и Пол Уиллен до сих пор не возвращены на родину из российских тюрем. Ну что ж, а что это все означает? Насколько вероятно действительно потепление отношений между Вашингтоном и Тегераном? И к чему это все приведет? Мы пообщаемся на эту тему с Хушангом Амир Ахмади, президентом некоммерческой организации «Ираноамериканский совет», который баллотировался, кстати, на пост президента Ирана в 2013 и 2017 годах. Я приветствую Вас в нашем эфире. Спасибо, что согласились принять участие. Спасибо. Скажите, каковы перспективы освобождения сына Намази, Сиамака? Во-первых, я рад этому продвижению, и Сиамака Намази был моим учеником. Три года мы вместе работали, он получил диплом магистра под моим руководством, замечательный человек. И я много раз говорил, что никакой он не шпион, он не виновен, и сделал лишь несколько небольших ошибок. И Сиамака Намази — это, на самом деле, замечательный человек, и я рад тому факту, что он освобожден. Это все результат переговоров, которые шли параллельно с другими важными обсуждениями о проблемах между Ираном и США. И да, есть определенные стремления у людей взять вот эти весты от этого результата освобождения себе, но, на самом деле, это обсуждение прошло долгое время, и я не думаю, что из-за запросов Джо Байдена произошли какие-то освобождения. Это все был долгий-долгий процесс, который продолжался на годы между США и Ираном. А этот обмен пленуме на самом деле замечательное завершение. Ну вот появилась информация о том, что достигнута договоренность именно об обмене. То есть, что касается Багирна Мази, то это был жест доброй воли, как говорит Иран. То есть, они его освободили как бы не в обмен на что-либо, это не инструмент в торгах и так далее. Но, опять же, вот, как я уже сказала ранее, появилась информация о предстоящем обмене уже с заключенными. То есть, США отпустят иранских заключенных, а иранцы американских. Насколько вот эта появившаяся информация об этом обмене, а также о снятии ареста с денежных активов соответствует действительности, по вашей информации или на ваш взгляд? Да, да, да. Как я уже говорил, иранская сторона... Как я уже говорил, иранская сторона разложила успех на это освобождение на ООН, поскольку не хотели признавать о том, что переговоры с американцами влез. И генеральный секретарь на самом деле не имел никакого отношения к тому, что произошло к этому освобождению. Это лишь ложь, и на самом деле я шокирован тем фактом, что такие заявления изначально произносились. Это полная месорепрезентация информации. И лично я рад, что Несимак Намази был освобожден. Только Багир был освобожден, Несимак Намази. И это действительно положительное развитие ситуации, как его преподаватели в прошлом. Я рад этому факту. Насколько я знаю, его отец тоже смог покинуть Иран из-за медицинских соображений. И, опять же, эти переговоры продолжались очень долгое время. И проблемы между двумя странами не должны мешать подобным переговорам. Я не считаю, что переговоры о вооружении должны смешиваться с переговорами о освобождении граждан. Вы знаете, вот то же самое, в принципе, и иранские власти произносят. И они не хотят, чтобы это как-то было, так сказать, в одной связке. Но, тем не менее, насколько все-таки, как вы считаете, зависит ядерная сделка от вот подобных шагов? Например, как обмен заключенными, о котором идет речь, и освобождение активов денежных. Опять же, переговоры об обмене пленными и переговоры о вооружении — это абсолютно параллельные процессы, которые не взаимосвязаны между собой. Уже долгое время назад было решено разделить эти проблемы. Касательно обмена пленными, положительная динамика наблюдалась уже довольно долгое время. И в разговоре о совместном плане действий никакого обмена пленными не подразумевалось. Я считаю, что положительным моментом здесь будет то, что в будущем появится понимание, что и в разговорах о военной части можно достигать логических соглашений, что необязательно обвинять Ирана во всех смертных грехах, и что якобы это только со стороны Ирана нет желания возвращаться к переговорам. Это просто нечестно, поскольку не Иран покинул изначально эти переговоры, а США отказались от продолжения их введения. Я считаю, что если США изначально вышли из разговоров о совместном с обеющим планом действий, то это США должны предпринять первый шаг к возвращению в эту программу. Нужно быть реалистами. Ну что ж, спасибо вам огромное, спасибо за участие в нашей программе. Я напомню, Хуршанг Амирхмади был с нами, президент некоммерческой организации «Иранно-Американский совет», который баллотировался на пост президента Ирана в 2013 и 2017 годах. США разрабатывают возможные сценарии в ответ на эскалацию конфликта в Украине. Особое внимание уделяется возможному потенциальному применению России тактического ядерного оружия. Верховный суд США в понедельник отказался заслушать иски Миссури и девяти других штатов, которые оспаривают мандат Байдена на обязательную вакцинацию против COVID-19 для медработников. ОПЕК Плюс рассматривает возможность сокращения добычи нефти до одного миллиона баррелей в день для укрепления цен на нефть. iPhone 14 сообщил спасателям о серьезной автомобильной аварии в Небраске, где погибли шесть человек. У одного из них сработала новая функция автоматической отправки сообщения ДТП в 911. Пенсильвания может получить 400 миллионов долларов за развитие проекта, нацеленного на прекращение утечки метана. Технология будет применяться при устранении неиспользуемых нефтяных скважин. 1 миллиард 200 миллионов долларов ущерба и несколько десятков пострадавших. В этом обвинили моряка Райана Сойермайса, отдав его под трибунал и в случае обвинительного приговора ему должны были дать 20 лет тюрьмы. Вот только сегодня судья военно-морского флота постановил, что моряк не был виновен в организации пожара, уничтожившего американский корабль «Добрый Ричард» в Сан-Диего в 2020 году. Решение вынесено после девятидневных слушаний. Они проходили на военно-морской базе Сан-Диего. Подсудимый Райан Сойермейс на оправдательный приговор отреагировал эмоционально. Он расплакался и принялся обнимать свою группу поддержки. На момент инцидента обвиняемому было всего 19 лет. Ему инкриминировали поджог картонных коробок в одном из трюмов судна. По версии прокуроров, Мэйс совершил поджог умышленно и с соображением мести. А тем обвинительно посчитали предшествовавший отказ юному моряку в возможности стать членом спецотряда морских котиков. Я благодарен, что это наконец закончилось. Это были долгие два года. Я ждал этого момента очень долго. Я могу сказать, что последние два года стали самыми тяжелыми за всю мою молодую жизнь. Я потерял время, которое мог бы провести с друзьями. Я потерял друзей. Я потерял время на общение со своей семьей. Я потерял друзей. Ну и сейчас на связи с нами Гэри Бартел, адвокат Райана Сойера, управляющий партнер коллегии военных адвокатов из Сан-Диего, Калифорния. Здравствуйте. Я вас приветствую в нашем эфире. Спасибо, что согласились принять в нем участие. Как вы оцениваете вердикт суда? Мы очень рады решению суда. Это были долгие два года. С самого начала данного дела мы знали, что Райан не был виноват и военные по факту сами были виноваты в том, что произошло, поскольку не было должным образом налажено слежение за тем, как корабль обслуживается. Если обратиться к приговору, то правильно ли я понимаю, что именно стечение обстоятельств стало причиной пожара и конкретно виновного лица, в общем-то, не установлено в итоге? Да, действительно. Военные до сих пор считают, что это был какой-то поджог, хотя мы, со своей стороны, думаем, что это было непроизвольное возгорание, которое случилось из-за проблем с литиво-ионными батареями, которые хранились в данном отсеке. А по каким причинам именно Райана заподозрили изначально в этом поджоге? Что явилось, так сказать, главной уликой, например, у обвинения? Мы считаем, что наш клиент стал подозреваемым изначально, потому что военные, военно-морские силы не готовы признавать свои собственные недочеты в своих процедурах, и им нужен крайний, извиняюсь за простая вещь. Именно поэтому так и получилось. Что касается Райана, он продолжит теперь службу на флоте? Что с его карьерой дальше будет? На данный момент он до сих пор член военно-морских сил США. Возможно, в какое-то ближайшее будущее он покинет военно-морские силы США, но пока что на этот счет нет какого-то четкого понимания. А что касается компенсации какой-то, например, за моральный ущерб, все-таки два года человек провел вот в таком стрессе, считая, что его приговорят к 20 годам лишения свободы. Может ли ваш доверитель рассчитывать на какую-то компенсацию за вот подобный моральный ущерб? К сожалению, по закону США нет никаких репатриаций в данном смысле. И да, он пострадал, но что есть, то есть. Ну что, спасибо вам большое. Гэри Бартл был с нами, адвокат Райана Сойера, управляющий партнер коллегии военных адвокатов из Сан-Диего, Калифорния. Спасибо, что уделили нам время. Ну а мы идем дальше. Второй по величине школьный округ Соединенных Штатов в Лос-Анджелесе подвергся кибернападению. Как сообщается, вылазку совершили с помощью специальной программы шпиона. Украденные данные цифровые злоумышленники выложили в интернет. Об этом в своем твиттере сообщил суперинтендант LAUSD Альберто Карвальо. Ну а далее цитата. В сотрудничестве с правоохранительными органами наши эксперты сейчас анализируют объем нанесенного ущерба от этой публикации данных. После того, как в сети появилась утечка, киберпреступники потребовали выкуп за то, чтобы оставшуюся информацию сохранить втайне. К слову, сумму выкупа в LAUSD пока не раскрывает. Известно лишь, что администрация школьного округа работает в тесном контакте с ФБР, а также с профильным отделом Министерства внутренней безопасности США. Эта атака на образовательные учреждения стала 50-й по счету с начала этого года. Интересно, что школьный округ Лос-Анджелеса уже сталкивался с подобной вылазкой хакеров всего два года назад. И тогда, в 2020-м, киберпреступники смогли получить выкуп. Его общая сумма составила 400 тысяч долларов. И это еще хорошо отделались, считают местные чиновники. Ведь преступная организация, известная как «Квантум», изначально требовала 1 миллион долларов. Ну что ж, что же такого интересного можно найти в системах школьного округа? Давайте этот вопрос зададим Майклу Петрову, эксперту по кибербезопасности из Нью-Йорка. Майкл, здравствуйте. Слышите ли вы меня? Да, здравствуйте. А какой интерес для цифровых злоумышленников могут представлять школы и обнародование? Какой именно информации эти школы можно шантажировать? Вот непонятно, это что, табели или отметки об успеваемости? Ну, я думаю, что там ничего такого очень серьезного. Но, в принципе, любой родитель не хочет, чтобы информация какая-то про его детей, даже оценки были известны. Плюс со всей ситуацией... Слушайте, ну как бы вот, вы знаете, любой родитель не хочет. Я понимаю, конечно, но 400 тысяч долларов платить за то, что родитель не хочет, чтобы оценки его ребенка были обнародованы, это как-то, ну прям жестко, мне кажется, нет? Ну да, вообще, господа, я всегда говорил, что как только мы коснулись компьютера, этот компьютер онлайн, можно забыть про правеси и так далее. То есть нужно как бы понимать, что если даже не вас подломят, то могут кого-то подломить, у кого ваши данные. Поэтому, ну сейчас об этом обсуждать, я только 3-4 всяких дам каких-то хинта, чтобы избегать таких вещей. То есть, во-первых, не давайте там четко свою дату на всяких вот social media, дату рождения. Ну там цифру одну поменяйте и все, какая разница. Вот, я понимаю, что со школьной датой это тяжело. Я вам накрою секрет, многие женщины меняют дату своего рождения во всех социальных сетях, поэтому тут нас учить не надо. Да, вот. Но очень важно, очень важно также паспорты на каждые сайты иметь разные. Потому что если будет один, у вас какой-нибудь незначительный сайт подломит, а у вас такой же паспорт на каком-нибудь банке. И могут ломануть все, и потом вам нужно вспоминать, нужно пользоваться вот этими всякими паспордовскими системками, вот Apple, Google и так далее. Вот эта информация, там я быстренько прочитал, там W9 формы, где всякая tax information может быть, кто сколько получает. Там может, естественно, быть всякие скандалы насчет вот этих вот substitutes, которые работают, всякие вот эти вот government-сервисы, которые предоставляют нужно, не нужно. То есть там, кому интересно, могут поковыряться вот такого прямо, чтобы какая-то трагедия из этого. Ну, вы смотрите, вы сами сказали, что как только мы, так сказать, касаемся компьютера, то о, так сказать, приватности вообще своей жизни можно забыть. Вот каким образом тогда злоумышленники получают эти откупные? Ведь платежи в условиях современной банковской системы тоже можно, в общем-то, легко отследить. Как все это происходит? Ну, платежи сейчас с криптовалютой, такой бум-то произошел, в основном из-за крипты, потому что криптой можно более-менее спрятаться за всякие миксеры и так далее. То есть как-то можно получать вот эти вот ransom деньги и спрятаться. Вот самый тупой вариант, и я бы советовал на него не реагировать. Очень часто мужчины получают такие мейлы, что вот мы там поставили вирус на ваш телефон и увидели, как вы там сами себя удовлетворяете, смотря порно-сайты, и все контакты скопировали, и если вы не заплатите... Слушайте, для этого есть любовница, как в случае с Дзюбой. Тут никаких хакеров не надо, знаете. Вот. Шер-шер-фам, как говорится. Спасибо вам, Майкл. К сожалению, у нас совсем не заканчивается время. Майкл Петров был с нами, эксперт по гибербезопасности. Простите, спасибо, оставайтесь секюр. Спасибо большое. Ну, а мы переходим к последним темам сегодняшнего часа. Признать Крым российским и провести новые референдумы на территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Только теперь под наблюдением ООН глава SpaceX Илон Маск предложил свой сценарий решения российско-украинского конфликта. Свой план бизнесмен опубликовал в Твиттере. Заключение перемирия между двумя странами, по мнению Маска, также возможно при соблюдении еще нескольких условий. Новые референдумы в оккупированных регионах под наблюдением ООН. Россия покидает их, если таким будет выбор жителей. Крым формально остается частью России, как это было с 1783 года до ошибки Хрущева. Гарантируются поставки воды в Крым. Украина остается нейтральным государством. В ответах к своему посту Илон Маск предложил подписчикам поддержать план или отказаться от него. В момент, когда в голосовании приняли участие 200 тысяч человек, 54,5% высказались «за». Не заставил себя ждать ответы украинских чиновников. Выглядел он менее изящно, скажем прямо. Экспосол Украины в Германии Андрей Мельник отправил Маска по известному адресу и написал в своем твиттере, что это самый дипломатичный ответ, который он может позволить себе в отношении миллиардера. Еще один твит был опубликован старшим советником Американского конгресса Полом Массера. Он предложил свою версию мира между Киевом и Москвой. Украина возвращает захваченные территории, а Россия деколонизируется, демилитаризируется и динуклиаризируется. При этом все так же понимают, что Путин не отдаст четыре новых региона ни при каких обстоятельствах. Поэтому мир по Маску вряд ли возможен. Стоит отметить, что акции Тесла после публикации Илона Маска рухнули более чем на 9%, а сам миллиардер пожаловался на атаку бота. Все это произошло на фоне громкой претензии презентации компании, прошедшей на прошлой неделе. Ну а в пятницу Тесла показала прототип человека, подобного робота. Вот именно об этой презентации шла речь, который, по ее словам, может стать новым продуктом автопроизводителя. Оптимус, так назвали андроида, весьма скованно прошелся по сцене, медленно помахал толпе рукой и активно жестикулировал в течение минуты. Илон Маск заявил, что это первый выход робота на публику в автономном режиме. Ранее для этого использовали специальный провод, который помогал ему не падать. Маск пошутил, что робот может гораздо больше, чем они хотят, чтобы он разбил, что робот может гораздо больше, но они при этом не хотят, чтобы он разбил лицо во время презентации. Для этого был и провод. Ранее андроиды других компаний, в частности Boston Dynamics, демонстрировали сальто назад и сложные танцевальные номера. Однако в Тесла утверждают, что их творение более совершенное на видеопрезентации. Было показано, что робот умеет переносить коробки и поливать цветы. Ну и говорят, что стоить он будет не больше 20 тысяч долларов. Сейчас с нами на связи Светлана Рагимова, автор блога Robotics Channel. Здравствуйте, Светлана. Я вас приветствую в нашем эфире. Скажите, вот в Тесла говорят, что это настоящий прорыв. Так ли это на самом деле? И так ли, может ли действительно это быть прорывом? Или Optimus такой весьма посредственный? Андроид и компании не удалось обогнать конкурентов. Потому что цветы за 20 тысяч долларов я, в общем-то, и сама могу полить. Да, это правда. Цветы можно полить меньше, чем за 20 тысяч долларов. Ну, что сказать. Прорывом это назвать пока сложно, если сравнить те возможности, которые есть у Boston Dynamics и продукции Agile Robotics. Тесла еще далеко до этого. Но, с другой стороны, они занимались созданием этого робота всего полгода. И по сцене прошел, на самом деле, не Optimus, который так был разрекламировал заранее, а предыдущая модель Bumblebee. Так что Optimus ходить еще совсем не умеет. Его вынесли на подставки, а потом унесли как манекен. То есть до прорыва очень далеко. И это можно все рассматривать как пиар для привлечения талантов, в первую очередь. То есть это мероприятие было для того, чтобы привлечь инженеров. Ну что ж, к сожалению, у нас на эту тему практически не осталось времени. У меня еще было много вопросов к вам, и мне очень хотелось их задать. Но время наше истекло. Но я думаю, что мы еще не раз поговорим о роботах, потому что это, мне кажется, только начало новой эпохи. И насколько они безопасны, тоже поговорим, пометуя случай с юным шахматистом, которому робот сломал палец, хотела я это обсудить. Но обязательно мы с вами же, Светлана, обсудим это в следующий раз. Спасибо вам огромное. Напомню, Светлана Рагимова была с нами, автор блога Robotics Channel. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до скорых встреч. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...